Французы из Peugeot уже привыкли эпатировать публику, но рестайлинг кроссовера 3008 показал все, что было до этого, еще цветочки. Ягодки созрели сейчас. Решетка радиатора лишилась видимых границ, а полностью светодиодные фары пустили стрелы ходовых огней. Привычных противотуманок больше нет, их заменил специальный режим основных фар. А вот салон подновили чисто косметически, что неудивительно, несмотря на 4-летний возраст, интерьер, собравший множество наград, продолжает выглядеть авангардно. Из очевидных обновлений перечислим 10-дюймовый центральный тачскрин, безрамочное зеркало, новые материалы отделки да дополнительные разъемы для зарядки гаджетов. Адаптивный круиз-контроль стал умнее, так как научился возобновлять движение после полной остановки. Кроме того, в списке оборудования появился ассистент ночного видения, а всем двухпедальным машинам строили систему выбора ездовых режимов. Вдобавок маркетологи пересмотрели деление на комплектации. Линейку моторов марка Peugeot перетрясла некоторое время назад, перед вступлением Эко-норм Евро-6. Так что сейчас главная новость – отказ от самого мощного дизеля отдачей 180 сил. Гибридные модификации никуда не делись, и главная гордость – 300-сильная полноприводная машина осталась доступна для заказа. Кроссовер Peugeot 5008 – это длиннобазная версия модели 3008. Поэтому логично, что старший брат обновился ровно по такой же схеме, что и младший. Правда, с некоторыми нюансами. Так, 5008 запоздало примерил любопытный стайлинг-пакет, который включает окраску крыши, колес, зеркал и других элементов черной эмалью. Самый мощный дизель для более крупной модели, напротив, сохранили. А вот гибридными вариациями машина, на удивление, до сих пор не разжилась. Хотя, наверное, стоило бы. В Европе рыночный дебют семейства запланирован на конец года, а впоследствии их стоит ждать и в России. Правда, у нас автомобили Peugeot были и остаются дорогой экзотикой. Если суммарный европейский тираж обеих моделей за 4 года составил больше миллиона машин, то Россия ежегодно потребляет лишь около тысячи. И прошедшие обновления вряд ли улучшат эту статистику.